Добрый день! Меня зовут Василий Лопатин. Мы сегодня проведем тренировку Ксении на лошади кобыла Лерида. Поотрабатываем работу на галопе по ковалетям, то есть три жердей положили на разные расстояния и походим вперед-назад, вперед-назад. Да, Ксения у нас занимается не так часто, раз в неделю приходит, поэтому насколько она вытерпит нашу тренировку, столько и получится. Какие будут вопросы, потом задавайте, отвечу. Значит, сейчас задача. Поднимаешь в Рысь, поработаешь на Рысе, пару-тройку переходов, направление поменяешь лево-вправо, затем обязательно на Вальтах поработаешь лево-вправо, потом перейдем к ковалетям. Следим за посадкой, положение рук-ног, поднимаем в Рысь, поехали. Старайся пяточку внизу держать, чтобы у тебя чуть амортизация была. Рукой не перетягивай, так старайся руку подставить и шенкелем сопровождать, рукой на себя не тяни, только показывай направление, не забывай за переходы. Под шенкелем, и подъем в Рысь, и подъем в Рысь. Рукой не перетягивай. Да-да, легче руку, легче руку. Но это не значит, что легче рука и повод бросила, нет. Ты чуть-чуть оставляешь руку в спокойном положении, и шенкелем сопровождаешь, и ровно держишь ее. Если идешь в поворот или на Вольт, внутренний шенкель подставляешь, чтобы она чуть гнулась вокруг твоего внутреннего шенкеля. Да-да-да, с этой положения рук. Хорошо, хорошо. Не перетягивай. Контролируй, но не перетягивай. Дальше продолжаем. Направление можешь поменять. И всегда следи за своей посадкой. Как рука, как нога? Где пяточка? Куда кисть смотрит? Контакт придерживай, но не перетягивай, чтобы она немножко чуть-чуть облокотилась на твою руку. Под шенкелем. И подъем в рысь. И подъем в рысь. На спокойную руку. Отработай рукой немного. Поправи положение носика. Хорошо. Только мягко. Так, чтобы со стороны не было заметно окружающим, как твоя работа рук. Хорошо. Прошагни, переход, шаг. Отдай повод, брось стремена, пошагай. Пусть немножко, как было, шею вытянет, расслабится. Шагай. Ты свои ноги немножко вытяни, чтобы они чуть расслабились. Сейчас прошагнешь, подбираешь повод, берешь стремена и поедешь ковалете. Вот четыре лежат на рысе спокойно. Примерно метров за пять. Садишься на учебную рысь, спокойно проходишь ковалете и дальше строевая рысь. Поняла, да? Прошагни, прошагни. И всегда помни, задача твоя. Мы должны выходить строго на середину. Издалека должна видеть, где у тебя линия к этим ковалетям. То есть, ты выходишь прямо, смотришь вперед и ведешь лошадь строго по центру. И не старайся там прицелиться к этим жеребным. Нет, ровно ритм держи под шенкелем, прямо линейность выдерживать. И тогда лошади удобнее будет сообразить, куда ей ноги поставить правильно. Если отдохнули, подбираем повод, берем стремена и попробуем. Так сильно большие заезды не делай. После ковалетти метров пятнадцать поворот. И также до ковалетти метров пятнадцать, не более, чтобы по всей площадке не ездила. Экономь силы своей лошади. Попробуй, подымай. Пяточку вниз держи. Уже смотри, где у тебя ковалетти. Сама спокойно, ровно. Да, да, да. Ручкой немножко мягенько отрабатывай пальчиками. Напоминаешь, где положение ноги. Прямо выравниваешь и сама спокойно. Садись на манежную посадку. Хорошо, прямо. И дальше продолжаешь. Вравнивай прямо в середину. Смотри вперед. Ничего страшного. Еще раз зайди. Постарайся не перетарапливать на ковалетти. А ровный ритм держать, чтобы она потянулась. Даже если короткий темп она сделает, ничего страшного. Самое главное, чтобы ты впереди не оказалась лошади. Ты должна всегда идти за лошадью на ковалетях. Но ни в коем случае не впереди. Выравниваешь. Садишься на учебную. Хорошо. Направление поменяет. Теперь с той стороны зайди. Середину выравниваешь. Смотришь вперед. Середину ты заходишь на левый край еще раз. Постарайся проконтролировать себя. Не давай смещаться влево. Хорошо. Так и веди лошадь. Так и веди. Выравниваешь. Середину смотри вперед. Отлично. Переход в шаг. Погладь. Еще подъем. Перед подъемом старайся подсократить и потом подымать, чтобы лошадь в тебя не растягивалась перед подъемом. Шагом. Подойди ко мне. Шагом. Сюда. Далеко не уезжай. Смотри, ты направо подняла голову, проехала полкруга, опять ногу поменяла. Ты налево ездила, три перехода сделала. Должна была направление поменять через рысь. Перевела в рысь. Раз, два, три, четыре. Подъем голов. С правой ноги. Так же должна поехать. Пару переходов сделала. Потом только ногу меняешь. Старайся делать одинаково. Налево, направо. Одинаковая работа. Я имею в виду сгибания, переходы, вольты. Должно быть распределено налево, направо. Какую сторону похуже, там можно чуть добавить пару упражнений. А не так, что налево поездили, сделали направо. Что-то там попытались, ничего не изобразили. И опять налево поехали. Давай с правой ноги. Не давай убегать ей. Не давай немножко ручкой, а не мертвой, отрабатывай. И подъем. Подсократила подъем. Значит, еще раз напоминаю. Как только лошадь чувствует, становится сильно, так можно сказать, неуправляемая, да? Не стесняйся, можешь сделать вольт. Вольт только ее заставит согнуться, выпрямиться. И привести в порядок ее можно с помощью вольта. Понимаешь? Это облегчит тебе задачу. Потому что, когда она сильная, начинает упираться и тащить тебя, сложно ее, с ней только приходится бороться. А борьбу нужно исключить. А просто-напросто применить вольт. В какую сторону ты едешь, например? Едешь направо. Вольт спокойно. Выходишь напрямую. Чувствуешь опять сильно. Можно переход сделать. Переход в рысь или в шаг. Опять поднять. Опять едешь спокойно. Пока она не поймет, что не тащить надо садника, а спокойно, ровно идти и слушать все команды. Но ты должна сама не провоцировать ее командами. Не вперед, а ровность, ровность. Галоп может быть энергичный, но он все равно должен быть ровный. Не должна рамка на галопе расширяться. Сейчас мы с тобой будем ходить по кавалетям на галопе. Здесь стоит спокойных ровно. Здесь должна сделать от первой, если ездой направо, от первой до второй пять. От второй до третьей четыре галопа. Это спокойно, ровно. И должна обязательно считать. Если мы выполняем с тобой задачу пять-четыре. Спокойно. Если у нас задача стоит чуть энергичнее двигаться. Мы тогда здесь делаем четыре, там делаем три. Понимаешь, да? Это, так сказать, работа по кавалетям. Но это можно назвать и резинку на трех кавалетях. Можно поработать с двумя кавалетями, может с тремя. Но попробуем мы сегодня с тремя. Так, помни, должна ровно, спокойно. И если вдруг первая с ней получится, не переживай, не нервничай. Поправим, дальше поедешь. И смотри, как только лошадь становится сильная, да, после чувствуешь жестковато. Спокойно, ровно едешь. Делаешь вольт диаметром примерно метров 12. Опять должна выйти на ту же траекторию, по которой ты шла по прямой кавалетям. Раз, два, три, например, в ту сторону. На ту же траекторию выходишь и прямо поехала. Чтобы у тебя был вольт, выходишь на ту же траекторию и опять так же прямо поехала. Спокойнее, спокойнее. Не торопись. Не торопись. Хорошо, молодец. Еще раз так же, так же. Спокойно. Хорошо. Хорошо. Не, 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 не. Ты сейчас что сделал, скажи мне? Ну, а зачем нам сейчас отменять? У нас нет задачи для меня. Нам задача с тобой пройти прямую, ровно, на уйти. Мы пришли с правой ноги, должны уйти на правую ногу. У нас пока не стояла задача поменять ногу. Ты должна была сделать, если хочешь, вольт сделать и вернуться, и дальше продолжить. Она сама сейчас неожиданна для нее, понимаешь? Мы должны все делать так, чтобы для лошади были понятны наши команды, что мы хотим. Не просто спонтанно, раз и повернули налево. Она сама не ожидала. Ты должна подготовить было. Выровень по прямой, подставить нужный шенкель, нужный повод, и тогда поменять. А не просто влево свернуть. Делай вольт и подъедь сюда. Вольт сделай, и потом сюда подъедешь. Переход в шаг. Погладь ее. Смотри, там что у тебя получилось. Чуть-чуть лошадь подошла растянута. И старайся чуть ровнее двигаться. В контакте, чтобы она не растягивалась у тебя. Потому что она там издалека тебя вырвала. И широко пошла. И здесь ей неудобно сразу стало, понимаешь? Отлично. Переход в шаг. Погладь. Вот сейчас ты правильное выбрала. Ритм галопа. Ехала в контакте, и лошадь сразу попадает. Это без разницы. Лежат жерди, барьеры стоят. Без разницы. Лошади всегда удобно в подход. Она хорошо видит дистанцию для себя, когда она идет в балансе от зада. Не брошенная, не растянутая, не пересокращенная, может так назвать, когда лошадь на месте галопирует, затянутая. Нет. Она сейчас ровно двигается. Сейчас немножко усложним с тобой. Сейчас с правой ноги поедешь 4-3. Потом проходишь, перед поворотом должна подсократить и опять проехать. 5-4. Поняла, да? Попробуй. Галопируем, галопируем через поворот. Галопируем. Хорошо. Потихонечку приводим в порядок, так, чтобы мы перед поворотом уже ехали с тобой на 5-4. Сокращай незаметно. Сади седло. Сокращай, сокращай, терпи, терпи. Хорошо. А здесь немножко не протерпела. Еще раз. Значит, смотри, там немного на тебя вытянуло все-таки, вырвало. Должна была еще чуть протерпеть. Но потом она даже на другую ногу приземлилась. Но все равно, ты сделала 5-4. В принципе, задачи-то, можно сказать, выполнили по галопам, да, по темпам. Единственное то, что она немножко, не немножко, а на другую ногу приземлилась. Ну, ничего страшного. Хорошо. И потихонечку приводи в порядок, чтобы ты уже через поворот ехала на заданном галопе. Не торопись. Сокращай, сокращай, приведи в порядок, сокращай. И терпи, 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 терпи. Отлично, вольт сделай, вольт. 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 Переход в рысь. Давай закончим. Силы у тебя уже иссякли, я смотрю. Погладь хорошо. Погладь. Достаточно. Устала? Да. Казалось бы, что мы здесь такого делали? Просто с тобой поработали, пока валетим, поездили, но все равно. Привет, привет. Это нагрузка требует отсадника. Концентрации над собой, во-первых. Работа с лошадью, нужно ее вести заданным ритмом, еще и по линии строго, там, как мы хотим. Ну, ничего, хорошо. Все, шагаем. Достаточно. Приезжайте еще.